5, 4, 3, 2, 1, поехали! Современные гончары профессионально называются керамисты. И продуктом работы гончара является керамика. Знаете такое слово? Керамика. Вся керамика, из какого бы материала она не была изготовлена, проходит обжиг и становится твердой, невосприимчивой к воде. Материал исходный может быть обычная глина, как та, из которой я вам сегодня буду демонстрировать изделие. Это может быть так называемый фаянс, фарфор и шамотные массы, тугоплавкие шамотные массы. Со всеми с ними можно работать на гончарном круге. Керамическая традиция есть в каждой культуре, в каждом поселении, в самом маленьком, в каждой стране есть свои особенности керамической традиции. И она есть практически везде, так как глина, из которой изготавливаются гончарные изделия, есть практически везде. Мы сначала устанавливаем небольшой пятачок на гончарный круг. Это круг уже профессиональный, электрический, японский. И устанавливаем заготовку. Немножечко смещаем ее в центру. Первое, что нужно освоить начинающему гончару, это центровка. Когда кусок четко по центру установлен на гончарном круге, является четким целым телом вращения и не имеет никаких выпирающих частей. Для комфортной работы на гончарном круге всегда используется вода. Потому что, если глину не смочить, она будет очень сильно закусывать у руки, и формовка будет невозможна. Мы сначала прижимаем глину к центру вращения. У нее увеличивается поверхность прикосновения, она уже не слетит до гончарного круга. И мы потихонечку перераспределяем ее высоту. Какой вы любите лепить глиной? Красной или белой? Белая дает больше возможностей для творчества, когда ты расписываешь изделие, оно сохраняет цвета, это глина. А красная глина более податлива при работе на гончарном круге. Кто к вам чаще приходит на мастер-классы, взрослые или дети? Чаще всего приходят дети, но есть мастер-классы сложные, и есть также обучение, на которое я набираю взрослых, ну или подростков. Михаил, расскажите, когда и как появилась глина? Ну я при этом, конечно, не присутствовал, но ученые такую версию выдвигают. Ну и общепризнанная она эта версия. У нашей Земли есть вулканическое наследие. Когда всю Землю покрывали вулкан, они бесконечно извергались, и подводные, надводные извержения дали очень много вулканического пепла и лавы. По истечению времени весь этот продукт стал очень мелким и ровным слоем покрыл всю Землю. Это и есть керамическая масса или глина поношна. Михаил, было ли у вас такое, что заказ, а это изделие вам настолько понравилось, что вы не хотите с ним расставаться? Да, буквально вчера было такое, и бывает очень часто, когда на изделие, в изделие очень сильно вкладываешься, оно становится тебе дорого. Но порадовать заказчика тоже очень ценно для мастера. Это свистковая флейта, созданная из глины, и которую можно настроить в определенные тональности. В данном случае это двойная окарина, то есть два состроенных инструмента. Звук у нее такой. Звук у нее такой. Что вам больше нравится делать? Музыкальные инструменты или вазы, тарелки? Ну, я больше всего люблю интерьерную керамику. Красивые изделия. Не всегда функциональные, но красивые. Михаил, скажите, где и у кого вы учились? Мой первый наставник Задирий Андрей Анатольевич из города Омска по традиционной русской форме и гончарной формовке. Мой наставник по росписи, второй наставник Задирий Анатольевич 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 в городе Рештан, Ферганская область, Узбекистан. Сейчас я нахожусь в состоянии надежде обретения еще одного наставника. Скоро мне предстоит поездка в далекую страну восходящего солнца. Буду учиться технике, работать с фарфором, школа Кутани, провинция Кемицу, Япония. В каком возрасте и при каких обстоятельствах вы познакомились с гончарным ремеслом и, собственно, решили связать с ним свою жизнь? Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Это просто было какое-то стремление, увлечение. Я пробовал себя не только в керамике, но и в других ремеслах. И у меня была такая идея, что эта профессия никому не приносит никакого вреда. То есть в ней нет ничего, что бы могло людям навредить.